ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Вера Викторовна. Ну что, звонил твой Андрюша? Ой, нет. Как 30 лет назад поцеловались, так больше не звонила. Так ты сама набери. Может, он давно уже помер. А может, и помер. Наверное, ты права. Конечно, права. А о чем мы говорили, я забыла. И я. Вера Викторовна, вы зачем такой большой заказ взяли? У вас же артрит. Валя, меня уже 30 лет мучает вопрос. Почему ты не стареешь? О, это мои невероятные гены. И ежедневное поедание брокколи. Она богата антиоксидантами, витамином С, цинком, фосфором, железом. А по содержанию кальция превосходит даже. А что я его спросила, я забыла. И я. Андрюша. 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 Сердце. Вера. 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 Привет. Привет. Как дела? Нормально. Слушай, а ты вечером свободна? А, ну, пока нет никаких планов. Отлично. А можем сегодня встретиться? Конечно. У тебя все нормально? Да. Все хорошо. Просто в пробке 20 минут стояла. А, понятно. Ресторан отеля Гранд. Знаешь? А, да. Торт отвозила когда туда. Я тебе позже напишу во сколько. Хорошо? Хорошо. Жду. Королева, яви этому миру хередиса родовольских. Кого? Хередис в переводе с латыни означает «наследник». А потом я пою песню, под которую Александр спускается по ступеням и следует в карету. Шикарно. Давай ближе к делу. Три тысячи залога. Завтра я пригоняю в карету к роддому. А сколько ты своего хередиса забираешь? Хередиса. В одиннадцать. Но вы приезжайте к десяти. Репетирую. Конечно. Спасибо. Алло. Приветствую. Это Александр? Да. Вы кто? Я от Андрея Ильича Сверидова. Меня зовут Валентин. Да, да. Он меня предупредил. Я сейчас на съемке, но вы подъезжайте. Я вам скину адрес. Договорились. Документы все в наличии. Только мне нужно будет все проверить. Вера в курсе, что вы продаете помещение? Нет еще. Я подумал, нам надо встретиться здесь втроем. Ну, вместе с ней. Мы подпишем договор, а вы обсудите с ней условия аренды. Ты во сколько будешь готов? К шести. Ну, значит, сегодня в шесть тридцать здесь же. Я забронирую эту же Солину. Тогда до вечера. Кошелот. Собирайся. Поедешь со мной в СПА. В санаторий, по-твоему, смотри. Переведи с собой друга. Получи омолаживающие процедуры бесплатно. Ну, а тебе-то это зачем? А затем Марьяночка из Челябинска скоро приедет. Хочу ее встретить молодым и красивым. Ну, и встречал бы лет сорок назад. Не поясничай, Петросян Диванный. Давай уже. Да, я поем. Некогда. Там на эту халяву скоро очередь соберется. Ну, что, мне теперь голодным оставаться? У меня в машине орешки есть. По дороге погрызешь. Да не могу я орешки. У меня на них аллергия. Я тебе сто раз уже говорил. Я твои диагнозы запоминать не успеваю. Старые развалины. Можно подумать, ты развалина молодая. Начали! Стоп! Это снято, Саш. Перерыв. Мы пока переставляемся. Александр! Добрый день. Валентин, я вам звоню. Здрасьте, здрасьте. У меня буквально пара минут. Постараюсь быть короче. Завтра из роддома выписывается моя девушка. И она обожает ваши песни. Мама моя тоже. И сам я отношусь нейтрально. Но вас уважаю. Особенно, когда вы в голове. Браво. Спасибо, спасибо. Я так понимаю, что вы хотите, чтобы я приехал и спел на выписке? Нет, ну спеть я и сам могу. Если бы я был твоим богом. У меня сегодня занятие по вокалу. Завтра буду петь гораздо лучше. Так, ну от меня вы что конкретно хотите? Я хотел бы купить авторские права на исполнение вашей песни. Что? Ну я же юрист и я знаю, что согласно статье 146 УК РФ за нарушение авторских... Слушайте, не надо ничего покупать. Я так понимаю, вы просто хотите приехать и спеть возле роддома, да? Нет, вы не дослушали. Я планирую смонтировать памятный клип и выложить его в соцсети. Он неминуемо станет популярным, наберет не меньше миллиона просмотров. Но его могут заблокировать за нарушение авторских прав на исполнение вашей песни. Поэтому давайте мы на берегу все подпишем. Небольшой договорчик. Вы не беспокойтесь, я пометил галочкой, где... Сашу в Кандор позовите. Извините, у меня много работы. Иду! Уберите этого Криворукого отсюда! Быстро! Привет. Слушай, стесняюсь спросить, а что это у нас за художество такое на стене в детской? Ах, картина маслом. Два дебила делят сына. Потом закрасим. Поняла. Как дела? Вроде с Андреем олаживается. С этого места поподробнее. Ну, мы вчера поцеловались, но он не позвонил, не написал. Я думала-думала, решила сама позвонить. Тут он позвонил и пригласил меня в ресторан. Я что-то согласилась, Вер? А что, зря? Конечно, зря. Почему он тебя всегда приглашает? Вообще-то это ты от него в Питер уехала? Ну, Саш... Что, отменяй все рестораны и тащи его сразу в постель. Мне как-то... Ну, хватит мямлить. Тебе нужно реабилитироваться. Свечи, шампанское, феромоны, эротическое белье. Знаю один магазин для таких случаев. У меня там большая скидка. Дирогова. Прости, у меня обход. Так, у вас небольшая желтушка. Желтушка? Ничего страшного. Только прививочку пока делать нельзя. Вы ее потом в поликлинике сделаете. Сегодня вас выписываем. А, да. Спасибо. Саш, ну ты как, нормально? Нормально. Ну, если б не этот юрист-певец... Выписывают? Ну, у меня ничего не готово. Прошу прощения, все отменяется. Ее сегодня выписывают. Я не успею на урок вокала. До свидания. Подожди. Слушай, ты мне вроде как жизнь спас. Теперь я твой должник. Ну, хочешь, я спою. Ну, это, конечно, не то, что я предполагал. Ну, на безрыбье и рак рыба. Ладно, договорились. Алло, я у вас заказывал букет на завтра. Мне он нужен сейчас. Прямо сейчас. Да. Улица Молчанская, 8. Кафе Пирогова. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашем спа. Я вижу у вас флайер на омолаживающие процедуры. Замечательно. Помоги господам раздеться. Проходите за мной. Господа. Может, господин желает вернуться к себе в конуру? Завтрак еще не остыл. Нет уж. Я сегодня буду поститься. Здравствуйте, вам букет. Распишитесь. Мне? Ну, да. Молчанская, 8. Кафе Пирогова. Ага. Угу. Я забронировал столик на шесть тридцать. И встречаемся в ресторане отеле «Гранд». Пирогова. Алло. Саш. А что ты мне там говорила про скидку в магазине нижнего белья? Моя целомудренная сестра решила пошалить? Саш, ну ты бы видела, какой мне букет прислал. Ну, хочу им тоже устроить какой-нибудь сюрприз. Я тебе сейчас адрес магазина скину, скидка будет по моему номеру телефона. Ммм, чудесно. Э, куда? Это моя карета! Вы куда? Стой! Вы почему трубку не берете? Я вам звоню, звоню. Мою Александру сегодня выписывайте. Ну, поздравляю. Мне карета сегодня нужна, прямо сейчас. Не получится. Карета на свадьбу едет. Мы с тобой на завтра договаривались. Тогда залог верните? Да сейчас, конечно. Ну... Хочете другого коня там? Без кареты. Вы хотите, чтобы я женщину с ребенком на коне домой повез? Хотя... Хотя бы появлюсь эффектно. Ладно, давайте. Тебе завернуть или в роддом доставить? Через два часа у роддома. Ага. Поехали. Ой, Павлович, что-то мне эта маска щиплет и кожу стянула. Терпи. Это твоя морда в лицо превращается. Обалдеть. Что, хамам нравится? Да нет, врамор смотри какой. Угу. На памятник себе такой хочу. Ой, Дед Савин Павлович, я очень любил шоколад. Но мама мне покупала его только по праздникам. А сейчас мне его на задницу мажут. Попроси девочек, чтобы они тебе его потом соскребли и завернули с собой. А дома на батон намажешь и отобедаешь. Саша, ты чего меня в секшоп отправила, что ли? А ты думала эронтическое белье в детском мире продается? Ну, не знаю. Расслабься и получу удовольствие, сестер. Не забывай, Андрюшу нужно мотивить. Все, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас, кажется, знаю. Вспомнил, вы же из этой кондитерской, что во дворе Пирогова. Вы мне делали торт на день рождения дочери. Да? Да. Здорово. Я вас ориентирую. Вам для себя, для партнера? Для себя. Да. В смысле, белье хотела купить. Понял. А корсеты, контактные боди, бэби-долы, чулочки. А здесь у нас костюмы. Рабыня, госпожа, медсестра. А это? А это любимая жена падишаха. Вы, Таня, с живота умеете танцевать? Тогда ты умела. Да. Приходите к нам еще. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. А это не цветочная? Нет. Я тоже зашла и поняла, что шелось. Чуть не забыл. Ваша подарочная карта за первую покупку. Здравствуйте, Людмила. У нас новинки. А ты прям Аполлон. Лет на десять точно помолодели. Из-за таких, как мы, пенсионный возраст и повысили. Господа, ваш счет? Какой счет? Приведи друга и получи омолаживающие процедуры бесплатно. Написано же. Услуги предъявителя флайера предоставляются бесплатно. Ну? А вот написано. Косметические средства и материалы оплачиваются согласно преискуранту. Видите? С вас десять тысяч, с вас четырнадцать. А почему? Почему с меня больше? Вы же друга не привели. Нет у нас денег. У нас есть кредит на дел. Сейчас все оформим. Давайте паспорта. В баню мы с собой документы не берем. Хотя сходим сейчас домой и принесем. Пойдем к ним. Один дедушка сходит, другой здесь посидит. Ладно. Сиди тут, а я схожу. Только быстрее, Палыч, я жрать хочу. Можем предложить вам кофе с круассаном. Ничего не бери у этих аферистов. Это бесплатно. Ничего у них не бери, я тебе сказал. Смотрите, чтобы складок не было. Кто сейчас поткнется. Валечка, привет. Слава богу, хоть вы смогли. Что, больше никого не будет? Нет. На завтра же все планировали. У Виктора Павловича дела какие-то. Веря Саша просил не говорить. А этот пекарь Даня пусть завтра приходит. Валентин, когда начинаем? Лошадь опаздывает, а без нее никак. Так что ждем, ждем, ждем. Ой, здравствуйте. Это вы? Здрасте, это я. А это я. Это моя жена. На, оформляй эти хрохоборы. И ты на. А то помрешь с голоду. А мне потом одному кредит выплачивать. Ну. Здравствуйте, вас ожидают? Здравствуйте, столик на имя Свиридова. Я вас провожу. А понимаете, я хотела снять номер и перенести встречу туда. Я вас поняла. Когда ваш гость придет, я скажу ему подниматься в номер. Пойдемте на ресепшн, все оформим. Долго там еще? У меня дочь из роддома выписывается. Минут десять. А ты что тут чухаешься? Не знаю. Наверное, перенервничал. На меня кредит оформляют, а он нервничает. Вон. Весь аж пятнами пошел. О. Что это? И у меня чешется. Что за гадость вы на нас намазали, а? У нас вся продукция сертифицированная. Это Хербал Органикс, Перпс Косметикс. Да что меня тут перпаешь? Видишь, он помирает. Ой, дышать тяжело. У тебя что, просрочка, что ли? Убийцы. Скорую вызывайте. Не надо. Вот вам деньги, на такси доедете. У тебя и помолодели, Павлович. Гони быстрее. Умираю. Да успокойся ты. На, выпей от аллергии. Я тебе грецких орехов в бутерброд покрошил. Ну, ты гад. Гад не гад, а 24 тысячи сэкономил. И пять заработал. Учись, пока я живой. Алеш, помнишь, как я вас с Валей из роддома забирал? Конечно, помню. Приехал на соседском мотоцикле, посадил нас в люльку, а потом завести не мог. Спасибо, хоть медсестры подтолкнули. Вы что, везли меня, новорожденного, в люльки, без шлема и без детского кресла? Господи, как я выжил с такими родителями? Вы почему трубку не берете? Подержите, пожалуйста. Я вам звоню, звоню. Потому что за рулем нельзя. Я занят. Да, Александра. Я понимаю, что ты устала, но это важный день в нашей жизни. Я должен все как следует организовать. Все, жди сигнала. Минутная готовность. Добрый вечер. Здравствуйте. Столик на имя Смиридова. Так, Смиридов. А вашу встречу принесли из ресторана в номер 103. Сейчас. Подходи. Да. Любовь моя. Александра, яви мне наследника. Остановись. Мородевич! Можно просто, Мород. Андрей. А что тут происходит? Я хотела сделать тебе сюрприз. Мород, а ведь что вы здесь делаете? Я думал, мы обсуждаем новые условия сделки. В общем, Вера Викторовна, мы с вами сработаемся. Фима, в соседнем квартале стоматология есть. Там тоже акция проходит. Может, мы по нашей схеме? Да иди ты, старый махинатор, чуть не убил меня. Витя! Привет. Марьяночка! Приехала! Вот это пердик, пандик. Интересный факт. Лошадь по силе удара проигрывает только кенгуру. Как думаешь, нормально начать с этого извинительного письма к Панайотову? В общем, по вопросам аренды, теперь договариваюсь с Маратом. Андрей, ты можешь объяснить, что произошло? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Кулакова